Львов. Центральная площадь рынок. Здесь практически в первозданном виде сохранилось главное здание Просвиты. В нем организовали печать украинской литературы и проводили лекции общественные деятели и авторы со всей Украины. В 1868-м общество действовало в противовес антиукраинским течениям в культурной жизни, колонизаторской, поддерживаемой царской властью с одной стороны и русофильской с другой. Просвита заявила, что украинский народ является единым и великим от Карпат и до Кубани. И они отдельный народ от поляков и от русских. И таким образом была поставлена просветительская миссия, что мы являемся отдельной нацией и распространилась украинская самозначимость, современным языком украинская идентичность. На левобережной части Украины, которая тогда была под контролем Российской империи, создание Просвиты было невозможным до 1905 года. Тем не менее, именно тут, в 1888-м на территории нынешней Луганской области в школе мецената Кристины Алучевской, педагог и писатель Борис Гринченко создал читанку, первый учебник украинского языка. По примеру Галиции, организуется образовательное общество под названием Просвита на Приднепровье. Это, в частности, Одесса в 1906 году, в Екатеринославе в 1905-м, в Житомире, Каменцеподольском, Киеве, Чернигове, Николаеве. Даже на Дону образовалась новочеркасская Просвита. Просвита повлияла не только на популяризацию сохранения украинской культуры. Ее структуры стали предтечей первых партий, а каждый восьмой депутат Украинской Центральной Рады был выходцем из Просвиты. Это и стало одной из главных причин ликвидации общества Советским Союзом. Уже с 1920 года начались массовые репрессии против членов организации в центральных и восточных областях страны. В 1939-м, после раздела Польши, та же судьба настигла и Запад Украины. 1200 человек были истреблены на одной только Киевщине. Кто это? Учителя, врачи, разного рода образованные категории национальные, которые были уже в 1922 году расстреляны. Все это члены товарищества Просвита. Мы эти списки знаем поименно. Это все каталогизировано. Но это касается всех областей Украины, не только Киевщины. Но даже при советах члены Просвиты в эмиграции помогали издавать и распространять произведения украинских диссидентов и классиков, а также поддерживали культуру в диаспорах. А после падения СССР общество Просвита возобновило работу уже в независимой Украине. Данила Кобза. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.